Так, душ я принял, всё в порядке, новый день, и, ребята, на меня вышел человек, который мне даст работу. Кто-то из моих работодателей, может, Джеральд, или Ламар, или Симон, дали мой номер некому предпринимателю, который держит довольно крупный бизнес в Лос-Антосе, нелегальный, и он на меня вышел и предложил мне работу. И сейчас я поеду с ним встречусь, и, наверное, буду ему помогать и зарабатывать какие-то деньги. Надеюсь, это будет плодотворное сотрудничество с неплохим доходом, потому что, да, мои финансы поют романсы, и поэтому с такими, как говорится, проблемами, как у меня финансовыми после покупки квартиры и машины, предстоит мне много всего. Так, а куда мне? Наверх, наверное, как-то. Я что-то запутался. Где это всё делать? Ну, посмотрим для меня это в новую. Я, конечно, на Ника Беллика работал, но это немножечко другое. Так, ох ты. А вот, походу, и она. А, нет, это её секретарь был, когда мне звонил. О, нифига себе. Офигеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот эта машина, блин, она же до хрена стоит. Офигеть, блин. Ну что ж, поработаем, наверное. Хорошо, идите со мной. О, нифига себе, а офис-то какой, блин. Неужели я когда-то смогу давить с такого же результата? Это же вообще песец. Да. Ладно, зайдём в офис, посмотрим. Да, блин. Офигеть. Ух ты, вот это. Ой, секретарь свой. Опа, Гастелло. Нифига себе. Ох, блин. Вот это шик. Вот это престиж. Я это, можно выпью чуть-чуть? А то я это... У меня таких напитков нету. Ничего не пил такого. Поэтому, да-да, я готов к работе, если вы, как говорится, не против. Сейчас сядем. Так, опять агент 14. Что же ты мне постоянно пишешь-то? Я тебя не знаю даже. Фу. Даже не знаю, что меня ждёт вообще. Вроде как так. Нам нужно забрать несколько ящиков контрафактных вещей. Понятно. Походу, будем работать с этой дамой. Так сказать, бизнесвумен. И она нам скажет, что нам делать. Я, конечно, не очень прилично одет для этого. Но, тем не менее, я думаю, мы справимся как-нибудь. Ох, на вертолёте, блин. Я на вертолёте летал давным-давно. Это было очень давно. А это ещё и боевой вертолёт. Охренеть. У меня просто нет слов. Блин, а мне бы тоже как-то на вертолёте научиться вообще. Надо вообще спросить, как мне на вертолёте-то. Так, у нас разделились цели. И нам нужно подъехать каждый и её засечь, так сказать. Ага. Я понимаю, я понимаю. Кто-то взял наш груз. Ага. Значит, нам надо найти того, кто наш груз взял. Вот это вот, конечно, вот он, грузовик какой-то. Вот тут надо проверить вообще, он это или нет. Так, это не он, да? Понятно, он пустой, да. Пустой. Едем к следующему. Летим точнее. Так, продолжайте искать. Во, ассистент прямо мне пишет. Ну да, она же номер мой дала, чтобы меня тоже держали. То есть, всё, что пишется ей, дублируется и мне. Так, вот ещё один. Вот он с грузом. Вот он точно с грузом. Так, хорошо. Блин, я же и забыл, с кем я работаю. Блин, это же не те, блин, люди, которые сидят в офисе и говорят мне, доставь тачку, привези мне, угони. То есть, этот человек уже серьёзный. Эта дамочка уже очень серьёзная. Подходит ко всему с точки зрения практичности. Мне стоит у неё поучиться, наверное, на будущее, когда у меня будет какой-то свой, может быть, офис какая-то своя, вообще стезя в этом городе. Надо его как-то ловить. Так, надо его остановить как-то. Во! Хорошо. Взяли, взяли. Взяли мы его. Так, садимся. Вот, вот. Так, и это нам теперь нужно доставить куда-то. Так, быстрее. Хорошо, хорошо. Поехали тогда. Так, я так понимаю, она меня будет сопровождать, пока я буду везти этот груз. Так, я вот не знаю, будут какие-нибудь у нас неприятности ещё, или узнает кто-то о том, что мы везём этот груз или нет. Блин, ну, я уже чувствую какой-то интерес в этом. Это не работа, конечно. Симона, угони машину. То есть здесь уже идёт более такой дерзкий и серьёзный бизнес. Заработать как-то и закрепиться. Ещё я думаю, что если я себя проявлю хорошо у этой дамы, то она, наверное, будет часто меня нанимать, и это не может не радовать. Потому что здесь уже в этом бизнесе крутятся намного крупнее деньги. Оторвались. Во, хорошо. Вот он склад. Хорошо. Фух, привезли мы. Слава богу. Ох, вот это склад, конечно. Да. Нехилый такой складец. Так, а что мы привезли-то вообще? Надо посмотреть. Симон, вас не ошибся. Только это Симон дал мой номер-то, я понять не могу. Именно. Ух ты, нифига себе. Я не ожидал от Симона. Может, он хочет побыстрее вернуть свои деньги? Мне что-то кажется, что это так оно и есть. Ладно. Так, ну что, будут ещё какие-нибудь дела? Будут? Так, мы с ним давно знакомы. Ой. Интересно. А я недавно. Я ему денег должен. Так, ладно, садимся. Ух ты. Вот это салон, конечно. Там немного. О, мне уже зарплату первую перечислили. Спасибо за первую зарплату. Надо отремонтировать машину. Да, да, я согласен, что так ездить нельзя. У Бенни, кстати, цены дорогие, а эта машина явно его работа. Так, всё. Да, починили. Быстро довольно-таки. Сто долларов. Да, недорого. У Бенни, небось, дороже явно. Да, точно. Деньги он любит. Это по-любому. Миллионер хреновый. Уже, небось, состояние сколотил. Всё равно она мне нравится. Несмотря на то, что та намного круче. Но эту я тоже заделаю потом. Ах, вот она моя машина первая в этом городе. Да. Я думаю, у Бенни её сделать будет очень дорого. Как думаете, Бенни за её тюнинг меня разорит? Я думаю, да. Так, давайте продолжим работать, а то деньги нужны. А я ещё выпью немножечко. Оп. Так, нормально всё. Я, в принципе, готов к труду и обороне. Так, что нас ждёт дальше? Ну, я вижу, что эта работа, она немного, конечно... Ну, что поделать, как говорится. Будем угонять хорошую тачку. Как скажете. Ух ты, офигеть. Вот это комп. На Ц тоже будет компьютер какой-нибудь приобрести потом. Доставьте Альфа на транспортный склад. Хорошо. Блин, вот это вот работа, я понимаю. Вот это уже бизнес. Блин, она на каблуках выше меня. Это неправильно. Я себя чувствую каким-то этим... Неполноценным, блин. Так, эта машина нарезает круги по трассе. Остановите машину, заплатите и доставьте на склад. Спротивление оказать вам не должны. Так, а как вообще научиться летать на вертолёте, на самолёте? Я вот тоже, может быть, когда-нибудь смогу себе позволить какую-нибудь вертушечку. Это же удобно и классно. Я слышал, тут надо за лицензию заплатить как-то, чтобы можно было над городом летать. А так, в принципе, для таких, как вы создана лётная школа, вас там научат. Вот тут я вижу, пишет ещё какой-то человек нам в нашу сессию. То, что у нас связь. Наверное, это ещё один работник или партнёр какой-то моего работодателя Стеллы. Так, ну, надо поздороваться, наверное. Я что-то пропустил. Надо ей в личку написать. Так, а это человек ваш коллега или работник, который пишет? Так, что нам здесь нужно сделать? Нам нужно машину остановить или что? А как её остановить? Так, бегом за машиной. Ладно, хорошо. Я сейчас не знаю. А, вот стоит машина. А чё она... Подождите, а чё она перевёрнута? А что делать-то? А, там была какая-то дура. Не иначе. А как ты её вытолкаешь? Её же портить, наверное, нельзя. Хотя уже куда уже? И она и так уже, по-моему, испорчена. Я что-то сомневаюсь, что она сможет её вытолкать как-то. Потому что она её просто попортит сейчас и всё. Так, может быть, откажемся от неё? От этой машины? Мне кажется, это плохой вариант. Так, я перейду на приватный чат. Ну что ж, тогда получается, ничего не получится с этой машиной. Её надо уничтожить. Так, а как она её уничтожит-то, интересно? О, нифига себе! Вот это да! И чё, за это копы, что ли, не охотятся? Так, транспорт уничтожен. Всё, мне сообщают, что более мы не можем ничего делать. Транспорт уничтожен. Не доставайся ж ты никому. Так, да. Да. Вон она вроде недорогая была, я думаю, ничего страшного. Это мелочи для таких бизнесменов, как Стелла. Так, вот нам и заплатили ещё пять тысяч. Спасибо. Что ещё сказать? Так, ну что ж, подождём ещё какие-нибудь задания. Я смотрю, здесь прибавилось организации, которые тоже работают. И мне постоянно выводится уведомление, SecureServe, что какие-то там тёрки происходят в городе. Я надеюсь, это мне не помешает. Так, золотые слитки. Нифига себе. Ого. Интересно. Нехило так, я смотрю, тут дела творятся. И слитки золотые. Золотые слитки золотые. Так, и что нам нужно делать? Мы перевозим товары. Шефу нужна ваша поддержка. На случай, если будут какие-то проблемы. Ну, хорошо. Без проблем. Что? Раз ассистент говорит, что... Ух ты, неужели мы сейчас на ней поедем? Ого. Вот это да. Вот это машина. Ну что ж, уже темнеет. Я думаю, это последнее задание. И мы, в принципе, можем, наверное, ехать домой отдыхать. Я не знаю, как она скажет. Если скажет, что ещё надо, будем ещё. Потому что надо работать, пока есть такая возможность. Конечно. Мы уже заработали, считай, 10 тысяч. А по сути, помимо работы, мы ещё и авторитет какой-то зарабатываем. У этого человека, который нам может потом дать какое-то большое дело. Что-то престижное, скажем. Что-то доходное. Да и может потом поможет разобраться с бизнесом. Когда у меня дойдёт до этого дела. Я надеюсь, что дойдёт. Надо разыскать спецгруз. Тут какая-то бойня была, я так понимаю. Вон, я вижу коробку одну. Так, я нашёл одну коробку. Она нашла другую. Так, и сейчас, так я понимаю, нам нужно уходить отсюда. Так, уходим. Уходим тогда быстро. Во, нифига. Вот это вождение. Ладно, попробуем отстреливаться как-то, если получится. Нет, они далеко. Я думаю, пока можно не париться насчёт этого. Да, тут чуть-чуть совсем проехаться-то. Так, а это уже другой склад, я так понимаю. А, да, это, по-моему, другой склад-то. Опасно было, опасно, ничего не сказать. Так, а продавать когда будете? Ну, что ж, в принципе, если это не помешает бизнесу, то можно и сейчас. Так что я, конечно, настаивать не буду. Не я здесь работодатель. Поэтому, мне кажется, можно было бы как-то попробовать. Так, ну, у меня есть автомат и УЗИ, в принципе. Я думаю, как-то справимся. Я даже не знаю вообще, как эта продажа осуществляется. Так как фильмов мы, типа, собираемся и идём там. Я не знаю, как это вообще. Так, грузовик. Нам на грузовик надо. Так, а меня попросили везти, да? Ну, хорошо. Я могу поехать. А куда ехать? У меня нет цели, я не знаю, куда ехать. А, вот оно как. Оказывается... О, это наш товарищ. Так, я не знаю, как ехать-то вообще по-хорошему. Куда-то нам нужно, наверное, сюда. А куда вот, хреново. Ох, какая неуправляемая. Блин, что-то меня прям напрягла эта работа. Я прям что-то даже и потерялся здесь как-то. Ладно, попробуем. Ох, ой, блин. Прошу прощения, мужик. Ну, эта машина бронированная, и ей явно ничего не будет. Так, я попробую как-то побыстрее, может быть, срезать как-то вообще. Так, ладно, ладно. Блин, что-то я нервничаю. Не хочется запороть груз чужой. А то так запарю, и всё. И окажется, что плохой из меня работник был. Скажите, извини, товарищ, но ты мог бы и более грамотным быть. Так, куда-то нам нужно, судя по всему, сюда. Я даже не знаю, куда мне ехать, честное слово. Что-то запутался совсем с этим делом. Я вообще так никогда не ездил по таким вот местам. Я не знаю, как оно это правильно должно всё быть. Так, я понимаю, нам куда-то сюда надо доставить, да? Где-то здесь должна быть точка. Никогда не работала. Не знаю вообще, как это так правильно делается. Я понял. Она ещё неуправляемая, я на таких машинах не привык ездить. Фу, всё, мы сделали. 16 500 получили, да? А, 6 тысяч за эту работу мы получили. Ух, блин, замечательно. Да, что не гнались за нами, это, конечно, очень большое. Так что спасибо за работу. Я надеюсь, ещё со мной свяжутся. Мне нужно как-то уехать отсюда. Надо позвонить механику, и он должен мне привезти мою машину, по идее. Так, надо выйти на дорогу и машину свою дождаться, когда её привезут. О, Леэстер. Это кто ещё? Купи себе квартиру покруче, у меня на примете большие дела. Леэстер? Так, извините, а кто такой Леэстер? Вот, я уже закончил работу, а мне до сих пор поступают деньги на счёт. Это не может не радовать. Лучший хакер в городе. Он сказал, что у него для меня большие дела. Так, поехали. Может, покататься с ним, поездить? Довезём его до города, а то у него мотоцикл заглох. Привет. Так, позвоните ему и спросите, что он имел в виду. А-а-а, понятно. Значит, надо Леэстеру будет позвонить и узнать. Так, может дать вам рыботёнку. Хорошо, будем знать. Ладно, Леэстеру мы позвоним обязательно потом. Так что, я думаю, стоит сейчас, наверное, ехать домой и, в принципе, отдыхать. А завтра мы продолжим работу. Может быть, с этим человеком, может быть, ещё с кем-нибудь. Может быть, Симону поможем или ещё кому-нибудь. Так, я хочу узнать, сколько мы заработали. Мне нужен какой-нибудь банкомат. Так, наконец-то я нашёл банкомат, хоть один. Так, сейчас посмотрим. 22 500, да, у меня на счету. Надо скинуть в банк. Так, пополнить. Угу. Так, итого у меня 23 000. Ну, неплохой рабочий день. Конечно, на частных контрактах я мог и больше, наверное, заработать. Так, о, а вот и мой босс. Хе-хе, нифига себе. Она тоже, наверное, в банкомат приехала. Я так понимаю. Так, хорошо. Ну, что ж, в принципе, можно идти домой. Я думаю, ложиться спать. О, у меня тут банкомат есть прямо около дома. Прямо около двери. Офигеть. Надо запомнить. Хороший был рабочий день. Ладно, надо отдыхать, спать, ложиться. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.